Нет, мы, прежде всего, должны в соединении между нами всё больше и больше находить, насколько мы недостаточно соединены. И что мы должны сделать, чтобы соединиться больше и больше? Соединение между нами – это, по сути дела, соединение между нами – это этапы нашего приближения к Творцу. Вот и всё. Если мы не соединяемся между собой, то есть не приближаемся к Творцу, то чтобы у нас были от этого страдания. А если мы будем в этом устремлении, тогда мы почувствуем, насколько Творец всё больше и больше раскрывает нам или признаки приближения, или признаки отдаления. И так это день и ночь, день и день, чтобы мы ощутили изменения, насколько мы приближаемся между собой, и между нами раскрывается Творец. Есть разные виды страданий. Телом человек может страдать, или личностью, или за близких. От чего-то это зависит, виды страданий? Как-то это надо учитывать, можно как-то управлять? Или вообще это страданием не считается, только страдания от удалённости надо считать и обращать внимание? Мы пока ещё не можем связать все страдания, которые мы ощущаем, душевные страдания, телесные страдания, страдания общественные, групповые, семейные. И разного рода страдания. Мы пока ещё не можем связать их все с одним источником. С тем, что это недостаточное продвижение к Творцу. Это единственная истинная причина. Когда она раскрывается на разных уровнях, когда мы чувствуем это в разных видах в нашем мире, в нашей жизни. Но на самом деле нам стоит не забывать и всё больше и больше стараться связать все наши вещи и хорошие, и плохие, что все они вытекают из приближения или отдаления нашего по отношению к Творцу. Через объединение, через объединение. То есть у нас есть, по сути дела, у нас, по сути дела, есть, как сказать, очень чёткая индикация, что происходит с нами. В чём-то не в порядке. Если бы я правильно достаточно видел, я сразу бы обнаружил, в чём именно я ещё не приближаюсь к Творцу на данный момент. Но даже если я не знаю и не могу представить себе это, потому что я как ребёнок, который не понимает, что с ним происходит. Но я должен принимать эти вещи за правильное, что это так, что сближение между нами и приближение к Творцу, тогда мы приводим в действие молитву и хотим между нами приблизиться к нему, мы в этом получаем универсальное лекарство, универсальное лекарство для всех наших состояний. Это всегда, всегда помогает. Если лекарства более специальные, как мы создаём, формируем лекарства в течение лет, когда мы живём в нашем мире, всё более и более эффективные. Но, по сути дела, всегда общее лекарство – это сближение между нами в группе и приближение от группы к Творцу. А можно радоваться лекарствам? Ой, радоваться страданиям, как бы, как вот воздействию, как направлению Творца? Написано, обязан человеку благословлять зло, как добро, с одной стороны. С другой стороны, если это уже раскрылось, это признак того, что я… Тут есть две вещи. Что я не шёл правильным путём, и поэтому я получил страдания. Сейчас у меня есть возможность излечить их правильным образом и практикаться правильным образом. А может быть, наоборот, Творец хочет продвинуть меня к новому пути, на новые уровни, поэтому ставит передо мной препятствия. И я должен обращаться к нему и просить, как пройти их. Это всё из опыта. Насколько каждый будет продвигаться, он, в общем, будет собирать внутри себя разные такие состояния. И у него будет опыт. Есть много вещей, и мы должны просто всё время работать с этим. А если страдания повторяются, человека одно и то же преследуют вот долго, это он просто… Не-не-не, страдания не повторяются. Страдания не повторяются. Нам кажется, что это те же страдания, но это никогда не то же самое. Всегда они исходят из новых свойств, желаний, причин новых. Но мы ещё не можем различить их. У нас нет достаточно силы дифференциации такой, чтобы мы могли отделить одно от другого, другое от третьего как раз. Но у каждого объекта есть собственная вилла, собственная решима, собственная причина. Ничего не повторяется. Ничего не повторяется, как было. Москва-1. Да, Рад, спасибо большое. А вот это вот интегральное безоценочное место, которое мы строим, всё равно же, получается, мы каждый раз туда сбегаем. То есть основное место жительства у нас там, где мы, как бы, всегда от рождения были. А в то, получается, в новое, постоянно пытаемся себя вернуть. То есть постоянно получается такое движение, что я себя туда постоянно возвращаю. Это твой эгоизм хочет вернуться к своей старой форме, да? Беларусь. Беларусь. Рав, скажите, а вот как правильно молиться, если есть страдания в семье, допустим, из-за болезни родственника? Мы вот вчера говорили, мне сказали, не вытягивай в это десятку, проси сам за себя. Да, вот извините, что такой вопрос. Да, к Творцу ты можешь обращаться с любой проблемой. В конечном счёте, любая проблема, которую ты чувствуешь как проблема, как боль, как рану душевную, телесную, ты обязан обращаться к нему, потому что он источник всех твоих ощущений. Он вызывает их специально в каждом, потому что это его работа по исправлению всего творения. А наша работа в исправлении всего творения – связывать все эти действия с Ним и просить у Него, чтобы мы хотим выше проблем приблизиться к Нему. Даже если мы не обращаемся к Нему, чтобы убрать проблему, а чтобы над проблемой приблизиться к Нему, и поэтому написано «Обязан человек благодарить за зло, как за добро». Потому что это причина, чтобы приблизиться к Творцу. А можно уточнить? Вот было такое мнение, что если, допустим, ты просишь через десятку, ты распространяешь эту проблему, эту болезнь на всех. Это верно или это нет? Да. Но это не то, что ты как будто выливаешь на всех эту болезнь, а ты даёшь всем возможность тоже включиться с твоей бедой, чтобы они тоже включились с ней. И у них тоже была бы возможность обратиться к Творцу и вместе включиться в группу и так сделать ещё шаг вперёд к слиянию. И между вами над этой бедой и к Творцу. Попытайся понять это правильно. Балтий-4. 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 Продолжение следует...